Просветление Просветление — это просто восприятие не через призму эго. Это взгляд на жизнь или на что угодно, на себя, на других, на обувь, на кошку, на собаку, на повседневность. На что угодно. Взгляд на все это без искажения, называемого эгоистичным состоянием сознания. Вот почему его также считают естественным состоянием. Это не какая-то линза или призма, меняющая наше восприятие и делающая его правильным. Это восприятие без каких-либо линз, без искажений. И это, по сути, и есть просветление. Это восприятие без искажений. Будь то восприятие, как вам кажется, самих себя, хотя вас нет. Будь то восприятие мысли, восприятие чувства или ситуации, будь то восприятие отношений. Это просто восприятие без линзы под названием эго. Это и есть просветление. И очень полезно иметь хотя бы базовое понимание этого. Потому что пробуждение, или то, что в дзен называют сатори, опыт взгляда за пелену существования, этот взгляд на какое-то время без пелены эго, и есть истинное восприятие, естественное восприятие, неискаженное восприятие. Но многие люди считают, что просветление — это непрекращающаяся сатори, опыт бесконечного пробуждения, какой-то бесконечный опыт, который не заканчивается. Но это совершенно не так. Это не бесконечный опыт, и он не может быть таковым. Такое непонимание приведет вас к бесполезной погоне, которую вы даже представить себе не можете. По сути, просветление почти никак не связано с единичным состоянием просветления. Это не какие-то откровения, это просто восприятие без эго. Вот что это такое. И без сомнения, это достаточно хорошо. Не воспринимать окружение через призму эго. Это счастье. Это покой. Это конец поиска. Вы ничего не находите. У вас появляется здравомыслие. Вы ничего не получаете, но видите вещи в их естественном состоянии. И это и есть нирвана — видеть вещи такими, какими они являются. И когда вы видите вещи в их естественном виде, вы понимаете, что все является единым. И природа всего и всех — это не что-то материальное, как вам казалось. Природа всего — это пустота. Природа чего угодно — это пустота. Ничто. Истинной природой всего является то, что оно не вещественно, не материально. И подобный взгляд на вещи — это не какие-то измененные состояния сознания. Со стороны просветленного восприятия все остальное является измененным состоянием сознания. Эго — это... Если вы хотите иметь измененное состояние сознания, я могу вас обрадовать. Большинство людей уже находятся в самом жутком измененном состоянии сознания. Оно называется эгоистичное состояние сознания. Это жутко измененное состояние сознания. Оно заставляет вас видеть вещи, которых нет. Видеть врагов там, где их нет. Вы видите двойственность там, где ее нет. У вас появляются такие вещи, как образ собственного «я», хотя никакого «я» не существует. У вас появляются мысли о собственном «я», о себе, хотя единственное, где мы можем найти свое «я», это только в своих же мыслях. Поэтому, если вы хотите достигнуть измененного состояния сознания, оставайтесь с эго. Это самое измененное состояние, которого можно достигнуть. Эго старается изо всех сил, чтобы изменить наше сознание. И, несмотря на это, каким-то образом духовность связывает с измененным состоянием сознания. Вы можете изменить свое состояние сознания. Многие виды духовных практик, которые делают люди, изменяют ваше состояние сознания. Вы можете на протяжении пяти часов повторять имя Бога, и вы заметите, что ваше сознание начинает изменяться. Вы почувствуете себя по-другому. Вещи будут выглядеть по-другому. Есть много способов для изменения своего состояния сознания. Но вот что забавно. Просветление не связано ни с одним из таких состояний. Просветление — это неизмененное состояние сознания. Сознанию не нужно изменяться, чтобы увидеть, что все едино. Так как все является одним целым, нам не нужно никаких изменений, чтобы увидеть и понять, что все едино. Нам нужно измененное состояние сознания, чтобы нам показалось, что все разделяется. На два, на три, на четыре, пять, десять, тысячи. И в такие моменты... В дзенах называют сатурьи, мы часто называем их просветлением. В момент пробуждения самой важной вещью является, какая часть, сколько вашего эгоистичного сознания отпадет, исчезнет в момент пробуждения. Потом, через неделю или через месяц, только этот будет иметь значение. Потому что этот опыт, чувство «ага», которое вы ощущаете, чувствуя свою истинную природу, «ага», я думал, что я вот такой, но это было лишь моим воображением. Какое облегчение. Это и есть «ага». Но это состояние «ага» не сохраняется навсегда. Через неделю это состояние уже исчезнет. Вы когда-нибудь это замечали? У вас было величайшее открытие в вашей жизни, а через неделю это уже что-то обычное. Поэтому важно не то, сколько продлится это «ага», потому что оно не будет длиться вечно. И это прекрасно, потому что означает, что всегда может произойти еще одно. Важные моменты по поводу этих саторий или пробуждений к своей истинной природе – это то, сколько вашего эгоистичного состояния отпадет после такого опыта, потому что с этим опытом вам жить дальше. Это то, что останется с вами на следующей неделе, в следующем месяце, году, может, даже в следующей жизни. И в качестве точки отсчета, то, на чем нужно сосредоточить внимание, что нужно понять. Так как эгоистичное состояние сознания – двойственность, дуальность, взгляд на вещи через призму дуальности, оно является чем-то, что нужно постоянно поддерживать. Эгоистичное состояние сознания, по сути, требует огромное количество энергии и сил. Так как оно неестественно и неистинно, ему постоянно приходится поддерживать себя, подкармливать себя, иначе оно завершится. Потому что все неестественное оканчивается, как только его больше не подкармливают извне. Поэтому иллюзии эгоистичного состояния сознания нуждаются в постоянной подпитке энергии, как огонь, как угольная печка, в которую нужно постоянно закидывать топливо. Поэтому полезные духовные практики – это просто способы, как не подкармливать энергией эгоистичное сознание. Вот и все, что нужно сделать. Перестать его подкармливать. Перестаньте его подкармливать, и оно исчезнет. Осознанность на самом деле – это не состояние наблюдателя или свидетеля. Обе эти вещи делает эго. И эго может стать более или менее умелым в роли наблюдателя или свидетеля. Эго может больше или меньше находиться в настоящем. Все это – вещи, в которых эго может улучшить свои навыки, если действительно постарается. Но ничто из этого не относится к тому, о чем я говорю. Пребывание в осознанности – это не какой-то процесс, не дело. Это просто состояние. Вы не можете делать состояние осознанности. Если бы наш ум сказал, «Хорошо, звучит интересно, и что же мне сделать?» Что можно сделать? Осознанность уже присутствует. Как можно пребывать в осознанности? Разве мы что-то делаем, чтобы пребывать в осознанности? Уместно ли вообще какое-то делание? Пребывание в осознанности – это состояние нахождения, не процесс делания чего-то. И вы также как бы отпускаете, ослабляете деятеля в себе. Ту вещь внутри вашего ума, которая всегда пытается сделать что-то правильно, понять что-то, сделать что-то верно, хочет знать, как сделать то, как сделать это, как отработать вот это. Это все деятель. И деятель постоянно задает вопросы. В основном вопросы типа, «Как мне это сделать?» Способ пребывания в состоянии осознанности достигается отключением нашего деятеля. Погладьте его по голове, дайте ему понять, что он... Можно сказать, что он тут не нужен. Только не нашептывайте это. Он такого не любит. И просто пребывайте в этом состоянии. Для того, чтобы пребывать в этом состоянии, нужно все отпустить, а точнее оставить все как есть. Потому что осознанность, сознание, это восприятие всего вокруг таким, какое оно есть сейчас. Ваш ум может быть, а может и не быть настроен на состояние восприятия всего. Ум может хотеть, чтобы что-то осуществилось, а что-то никогда больше не происходило. Ваш ум может не дать всему быть, как есть. В сущности, у многих людей ум не позволяет им быть здесь и сейчас достаточно долго. И для того, чтобы просто пребывать в осознанности, нам нужно отпустить нездоровое желание все понимать и нездоровую, невротичную нужду что-то делать. Есть определенное время для понимания и осознания, и есть определенное время для дел. Но в случае, о котором я говорю, эти две вещи нужно убрать, отпустить делание и нужду все понимать, во всем разбираться. И только тогда можно пребывать в покое. когда большинство людей начинают расслабляться, успокаиваться, они понимают, что та вещь, которую мы называем осознанность, на самом деле присутствует и действует. для большинства людей тяжело находиться в покое дольше нескольких секунд, потому что их ум пытается заманить, завлечь их, как искуситель или искусительница. Он говорит, нет, нет, нет. Вот если бы ты понял последнюю вещь, тогда ты бы пребывал в этом состоянии гораздо проще. Это правда, я обещаю. Только подумай вот об этой вещи. Замечали такое? Он говорит, просто подумай об одной вещи, обдумай вот эту мысль, и тогда будет гораздо легче пребывать в осознанности. Разве не так мы часто делаем? Ум говорит, ты проделал отличную работу, отдохнув пять секунд. Но это может быть гораздо лучше, если бы ты только понял вот это. Или понял вот это. Или бы спросил, «Что с этим делать? Как с этим справиться? Как вести это в свою жизнь?» Понимаете, о чем я говорю? С одной стороны, это очевидно, но с другой, очень коварно. То, что наш ум всегда пытается понять, пытается что-то сделать. осознанность. вы не можете сделать осознанность. Поэтому первое слово, которое я использую, это «пребывать». Пребывать в осознанности. Потому что пребывание в осознанности сразу же убирает вашу активность из эгоистичных состояний сознания и ума. вам не нужно долго трудиться, чтобы избавиться от эгоистичного состояния. Каждый момент, когда вы пребываете в осознанности, не может протекать в эгоистичном состоянии сознания. У вас отпадает постоянное стремление понять все, ухватить идею всего. Все это делает эгоистичный ум. Вы не можете разделиться и пребывать в осознанности и при этом иметь эгоистичное состояние ума. И как только вы начнете пребывать в этом состоянии автоматически, в этот момент вы не подвержены, вы не пойманы эгоистичным состоянием ума. Как я часто говорю людям, если бы вы сделали эту простую вещь, но сделали ее со стабильностью, постоянством, это было бы восхитительно. Если бы вы сделали только эту вещь с какой угодно стабильностью, настоящим постоянством, я не имею в виду, что вы должны удержать это состояние долгое время. Я не это имею в виду под словом постоянства. Я просто имею в виду, чтобы вы не соблазнялись умом, который постоянно пытается все выяснить. Потому что самая сложная вещь это оставаться в простом состоянии на протяжении долгого времени. Очень легко пребывать в каком-то сложном и запутанном состоянии. Я могу создать очень сложное, многоуровневое, интересное, даже увлекательное духовное учение. И вы погрузитесь в это учение с таким усердием и стабильностью. Вы сможете думать о нем днями, неделями, может даже месяцами. И вы будете, если вас это увлечет, вы будете очень постоянны в мыслях о нем. Но если дать кому-то что-то исключительно простое, вот учение и сам метод, пребывай в осознанности. Гораздо труднее сохранить постоянство в такой ситуации. Почему? Потому что для эгоистичного ума нет ничего, за что можно зацепиться. И он начинает немного нервничать, когда у него особо нет дел. Разве не так? Ему становится не по себе. Но в любом случае, это ядро. Это основа учения. Если вам нужна техника, это основная техника. Вот и все. Если вы если пребывание в состояние осознанности на самом деле произойдет, если вы ощутите это, тогда в какой-то момент на вас не зайдет, что вы и осознанность это не две разные вещи, что по сути вы не кто-то, кто находится в осознанности, что это был трюк, идея, идея о вас. А по сути осознанность является вами гораздо больше, чем любые идеи о себе, которые у вас были когда-либо. обреждаю, а по сути, прохлую, не знаю, это было. Продолжение следует...